Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами претерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 10 главу первого послания апостола Павла к Коринфинам. В предыдущих главах апостол Павел преподносит христианам Коринфина урок свободы, в чем состоит подлинная свобода христианина. Он прежде всего говорит об идоложертвованном мясе, о том, что он не будет вкушать идоложертвенного для того, чтобы не служить соблазном для своего собрата. И в этом свободном отказе, свободном воздержании и есть высшее проявление свободы, это первый тезис апостола Павла. Затем в качестве примера он приводит ситуацию спортсмена, который для того, чтобы одержать победу, тоже должен себя подвергать аскезе, воздержанию. И в этом его свобода. Свобода состоит не в том, чтобы творить то, что ты захочешь питаться, чем захочешь, вести какой угодно образ жизни. Необходима аскеза ради победы. И вот такая свобода, которая становится источником освобождения и для тебя, и для других, есть подлинная свобода, в отличие от любой другой ложной свободы. И вот 10 глава начинается с того, что апостол Павел приводит третий пример того, что такое свобода во Христе. И здесь он обращается к опыту народа Израиля, который скитается в пустыне. «Ведь я хочу, чтобы вы знали, братья, что предки наши все были под облаком, и все прошли через море, и все были омыты во имя Моисея в облаке и в море. Все они ели одну и ту же духовную пищу, и одно же тоже духовное пили питье, ведь они пили из духовной скалы, шедшей с ними, а скала – это была Христос. И все же большинство их не обрело милости у Бога, и своими телами они устлали пустыню». Итак, апостол Павел одновременно касается несколько моментов, несколько сюжетов. Во-первых, он говорит о том, что народ в пустыне был крещен, был омыт во имя Моисея, но когда народ проходил через Красное море, проходили посуху, никто не был крещен, никто не был омыт. Но главное в том, что Бог был рядом, и в действительности Христос, Мессия, в тот момент невидимо сопровождал народ в пустыне, и поэтому уже наших предков сопровождал воскресший Христос, хотя это было незримой для них, он их питал манной, он утолял их жажду, он был тенью, которая защищала от солнца, но при всем при том, уже будучи в присутствии Христа, не все обрели милость войти в землю обетованную. Действительно, в результате 40 лет скитаний по пустыне должно родиться новое поколение, именно оно сможет войти в землю обетованную, в святую землю, все остальные должны умереть. Те, кто вышел из рабства, кто несет на себе печать рабства, они должны погибнуть. И этот образ очень часто используется и в нашей жизни, как сравнение того, что те, кто вышел из рабства, он остается в чем-то рабом своего прежнего положения, войти в землю свободы, в землю освобождения сможет только тот, кто родился уже на свободе. И апостол Павел указывает, что все это был некий прообраз и грозное предостережение нам, кто считает, что у нас есть Христос, и поэтому трактует это слишком свободно. И самое главное искушение, самая большая опасность и соблазн, это соблазн идолопоклонства. Если свобода становится идолом, она становится еще худшим рабством, чем само рабство. И поэтому главный тезис апостола Павла в дальнейших стихах – это предостережение от соблазна идолослужения. Но что имеет в виду апостол Павел, требует внимательного прочтения. Ведь это случилось как предостережение для нас, чтобы мы не пожелали дурного, как желали те. Для того, чтобы мы, христиане, имея Христа, не вожделели зла. Итак, здесь звучит ключевое слово, слово «вожделение». Это слово, которое присутствует уже в десяти слове «Не пожелай жены ближнего своего ничего из его имущества». Из вожделения рождается и соблазн идолопоклонства. Народ в пустыне ни в чем не нуждался, как и мы с вами, имея Христа, ни в чем не нуждаемся. Но не все вошли в землю обетованную. Многие из них погибли уже сразу после того, как Моисей приносит им весть от Бога, сооружив в себе золотого тельца, который превращает этот народ в народ идолопоклонников. Первая ловушка, в которую попадает народ. Другое слово, которое здесь является ключевым, это слово «искушение». Всякий дар становится каким-то образом предметом искушения. Таким образом, для апостола Павла его апостольство состоит в том, что он становится всем для всех. Он ничто не вожделеет, ничто не присваивает себе. Он становится всем для всех. Он становится рабом ради того, чтобы обрести тех, кто пребывает в рабстве. Он свободен для тех, кто свободен для того, чтобы их завоевать для Христа. И поэтому свобода для него – это прежде всего некое пространство, в котором человек может преобразить свою жизнь. Ты можешь быть рабом или свободным, это не так важно. Но твое рабство становится чем-то совершенно иным, если ты это посвящаешь Христу. И опыт народа в пустыне наводит апостола Павла на мысль о том, что даже самые повседневные события жизни могут стать литургией, то есть богослужений. Итак, он говорит, испытания, которые вам придется перенести, это обычные человеческие испытания. Бог верен. Он не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам. И к тому же во всяком испытании он даст и выход из него, и силы для его преодоления. Вот почему, любимые мои, бегите от идолопоклонства. Я говорю с вами, как с разумными людьми. Подумайте сами над тем, что я говорю. «Разве чаша благодарения, за которую мы благодарим Бога, не приобщает ли нас к крови Христа? И хлеб, который мы преломляем, разве не приобщает нас к телу Христа? Поскольку хлеб этот один, то все мы, хотя нас и много, становимся одним телом, потому что делим на всех один и тот же хлеб». Здесь мы видим действительно символику христианской литургии. Но за словами апостола Павла стоит очень обширный религиозный контекст, в том числе и религиозный контекст его времени, который нужно понимать. Чаша благодарения, чаша евхаристическая и евхаристический хлеб здесь предстают как некая жертва, обеспечивающая единство общины. И для коринфян, как для вчерашних язычников, становится все понятным, поскольку это хорошо знакомо из языческой религии. Если мы не говорим о каких-то мистических культах, например, культа Исиды или Митры, но вот гражданская римская религия предписывает при основании города, при создании или основании города, это одно и то же слово, приносить жертву богам, которые будут покровителями этого города. Для чего? Точно так же, как животное, которое приносится на жертвенник, разделяется на части, и затем каждому из участвующих в этом празднестве, в этом жертвоприношении, достается определенная часть. Например, лучшая часть, самый лакомый кусочек, достается царствующему в этом городе, главному лицу. Поэтому язык достается священникам, и мы можем понять, почему. Внутренности сгорают на жертвеннике, а все остальное делится между гражданами в зависимости от их социального статуса. И это животное, которое было разделено на части, каким-то образом обретает новое единство, то, что было разделено, вдруг воссоединяется в единое целое, в том, что эти люди, которые участвовали в этой трапезе, становятся единым целым, некой социальной общностью. Вот такова логика всех жертвоприношений. Но в отличие от языческих общностей, где есть определенная иерархия, бескровная жертва, хлеб, который преломляется, и чаша, который благословляется, она преподносится каждому, и каждый получает одну и ту же часть, потому что хлеб, он всегда хлеб. В отличие от кровной жертвы, где разные части отличаются друг от друга, хлеб и вино, они едины, и поэтому каждый получает равную часть, и каждый из участвующих в этой трапезе равен своем достоинстве и соединяется с Богом, и таким образом образуется некая общность. Община становится единым целым, единым телом. Слово «тело» будет ключевым в этой главе апостола Павла. Но не только у христиан, не только у язычников, но точно так же и в иудейской литургии, в иудейском ритуале. Посмотрите на земной Израиль. Разве кто ест принесенные в жертву, не приобщаются тем самым к жертвеннику, на который оно приносится? Так что я имею в виду? Что принесенные в жертву идолу что-то значит, или что сам идол что-то значит? Конечно, нет. Но когда язычники приносят жертву, они приносят ее бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы были причастны к бесам. Вы не можете пить и из чаши Господа, и из чаши бесов. Вы не можете разделять и трапезу Господа, и трапезу бесов. Или мы хотим вызвать у Господа ревность, но неужели мы Его сильнее? Здесь очень много намеков, которые нужно правильно понять. Вот некоторые из них. В предыдущих стихах апостол Павел говорил об идолах, и поскольку идолу не существует, поэтому и жертва, которая приносится идолам, это ничто, мясо остается мясом, потому что никаких идолов в действительности нет. Но что есть? Есть ритуал. И служение идолам, идолослужение, оно не безразлично. И именно это он называет словом «беса». Потому что все-таки идол, при том, что это нечто суетное, тщетное и несуществующее, оно имеет определенную власть и силу, оно способно поработить кого-то или мрачить чью-то жизнь. И именно эта власть чего-то идольского и ложного иметь над свободой человека некую порабощающую власть, он называет словом «бесы». И поэтому нельзя пить одновременно и из чаши Господня, участвовать в Евхаристии и одновременно из чаши бесовской. Из дальнейшего контекста мы можем это понять. Речь идет о том, что если тебя человек приглашает на ужин, и вдруг на столе подается мясо, а этот человек вчерашний язычник, понятно, мясо, которое он купил на рынке, это те излишки, которые языческие жрецы поставляют на рынок для реализации. Понятно, что это мясо было принесено в жертву языческим богам, эти идолы не существуют, хорошо, мясо – это просто мясо, но если вдруг человек, который тебе предлагает эту пищу, подчеркивает и говорит «это идоложертвенное», и мы понимаем, что для хозяина это небезразлично, то вопрос «будешь ты вкушать или нет», для него может послужить соблазном, потому что даже если ты свободен, и для тебя это не значит ничего, но для твоего сотропезника это что-то может означать, именно по этой причине апостол Павел и воздерживается от идоложертвенного. Возникает вопрос о ревности. Ревность – это удивительное слово. С одной стороны, в Ветхом Завете мы видим, что Бог – это ревнитель, с другой стороны, ревность – это то, что уничтожает человека, то, что уничтожило Адама и Еву, потому что беда, которая происходит в Эдемском саду, змеи испытывает Адама и Еву на ревность, на зависть. Змей говорит о том, что Бог запрещает им вкушать плод познания, потому что он ревнует о своих привилегиях, и та ревность, которая в ответ рождается в сердце человека, становится предметом падения, поэтому апостол Павел предостерегает от ревности. Точно так же и мы своим идолослужением вызываем гнев Бога, потому что Бог – ревнитель. Он ревнует не так, как мы ревнуем, вожделее что-то, но он ревнует, потому что его любовь, его свободный дар человек вдруг предпочитает идолам. И он ревнует не об идолах, потому что идолов никаких нет, но его гнев на то, что человек совершает такое падение. И поэтому разве мы хотим вызвать у Бога ревность, гнев? А если мы его пытаемся искушать, вы думаете, что мы окажемся сильнее его? Замечательные риторические вопросы, которые в себе несут колоссальный заряд иронии, обращенный в адрес Коринфин, которые искажают учения апостола Павла. И дальше в 23 стихе апостол Павел повторяет те слоганы, те клише, которые любят повторять Коринфины. «Все позволено, да, но не все на пользу. Все позволено, но не все способствует созиданию. Пусть каждый не своего добивается, а того, что идет на пользу другому». Вот это замечательный образ того, что нужно не поддаваться вожделению, а стремиться к тому, что может стать источником блага для твоего ближнего. Самый лучший дар – это любовь, а любить – это себя дарить, дарить ближнему, посвящать себя служению другому. И в этом настоящий источник свободы. И дальше апостол Павел как раз описывает ту процедуру, о которой я уже сказал. Все, что мы покупаем у мясников, можно есть со спокойной совестью, не допытываясь, откуда это происходит, потому что земля и все, что на ней принадлежит Богу. Но если кто из неверующих пригласит вас, и вы захотите пойти, ешьте все, что перед вами поставят, не допытываясь со спокойной совестью. Но если вам скажут, это из принесенного жертву, тогда не ешьте. Ради спокойствия совести. Но я имею в виду не спокойствие вашей совести, о совести другого человека. Хороший вопрос. Почему моя совесть, моя свобода должна быть ограничена чужой совестью? Почему чья-то совесть должна ограничивать мою свободу? Если я благодарю Бога за пищу, как может кто-то меня порицать за пищу, за которую я благодарю? Но в действительности, если мы что-то совершаем с мыслью о Боге, как некую евхаристию, как некую благодарность, если мы принимаем дар как дар, то это нас и освобождает от таких глупостей, когда мы совершаем нечто, что ограничивает свободу другого человека. Так вот, едите ли, пьете ли, что бы вы ни делать, все делайте ради славы Божьей. Живите так, чтобы не вводить грех ни иудеев, ни греков, ни церковь Бога, как я, который старается угодить всем, ища не собственные пользы, а пользы многих, чтобы они были спасены. Таким образом, подлинную свободу человек обретает в тот момент, когда его действие становится источником свободы для других. Если его свобода становится источником соблазна и преткновения для других, ни он сам не свободен, ни другие не обретают свободу. Поэтому единственный выход, который видит апостол Павел, все совершать ради, во имя славы Божьей. Здесь он упоминает иудеев, греков, и упоминает церковь Бога. Имеются в виду иудеохристиане, которые живут в Антиохии и живут в Иерусалиме. Если он им рассказывает такие вещи, что он может с язычниками вкушать языческую пищу, для них это, конечно, соблазнно. Но когда он среди них, то он ведет себя как один из них, для того, чтобы ни для кого не быть соблазном, но чтобы твоя христианская свобода, свобода во Христе, была источником освобождения, исцеления и спасения для всех. На портале The Get.ru с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга.